Выплаты проиндексированы. Изменился порядок оформления загранпаспорта. Регионы начали переходить на цифровое телевидение. Какие еще изменения вступили в силу с 1 февраля? Обзор самых значимых подготовила Елена Шарагина. Выросли пособия инвалидам, ветеранам и тем, у кого есть дети. Выплаты проиндексированы на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Социальные пособия увеличиваются каждый год с 1 февраля. Причем у каждой категории граждан прибавки разные. В среднем от 20 до 200 рублей. Получать больше в том числе будут ветераны Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники фашизма, ликвидаторы аварий на Чернобыльской АЭС, Герои России и многие другие. Всего изменения коснутся около 15 миллионов человек в стране. Изменилась стоимость набора социальных услуг. Сейчас она составляет 1121 рубль 42 копейки. Сюда входят обеспечение медикаментами, предоставление путевки в санаторий и бесплатный проезд на железнодорожном транспорте к месту лечения. Раньше стоимость такого набора составляла 1075 рублей 19 копеек. Индексируется эта сумма ежегодно 1 февраля. Получить биометрические загранпаспорта в МФЦ с привлечением сотрудников МВД России люди могли только до 1 февраля. Сейчас изучается законопроект, который может изменить оформление документов для пересечения границы страны. Нотариусы теперь обязаны предоставлять электронную копию заявления о регистрации прав. Это коснется процедуры выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию или по закону. Также в орган регистрации прав нотариус отправляет документ, если свидетельство о праве собственности выдано после оформления заявления пережившего супруга. Собственники загородных домов смогут зарегистрировать имущество в упрощенном виде, но только до 1 марта этого года. Владельцу недвижимости необходимо заполнить декларацию на объект, заказать у кадастрового инженера технический план и подать документы на регистрацию через госуслуги. В России стартует первый этап перехода на цифровое телевидение. В семи регионах с 11 февраля будет отключено аналоговое телевещание. Его заменит цифровое. Следующий этап начнется с 15 апреля, в том числе в Кировской области. Все оставшиеся регионы перейдут на цифровое телевидение с 3 июня.